Девушки отдыхают Протоклизм. Почему так решила? Я ничего не решаю. Я живу с Духом Святым. Господь поправит меня, и Он не даст мне говорить, если нет Его воли на это. Потому что я живу в страхе Господнем. Здравствуйте, дорогие друзья. И вам того же желаю. Жить в страхе Господнем, а не в страхе мира сего, в котором мы с вами живем. Проклятый, бесовский, злобный, агрессивный мир. И вот дьявол украсть, крадет время. Люди уже все побросали. Вот смотрят, ужасаются. Что дальше крадет он после этого? Покой. У людей нет покоя, никакого покоя. Люди уже не могут не спать нормально, ничего. Потому что если это произошло там, 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 это может произойти в любой момент. Здесь, в данный момент и там, где я сейчас сижу. Это на самом деле может произойти, потому что Господь сказал, и суды все в моих руках, и отмщение мне. А вам не нужно так поступать, дети. Вам не нужно. У вас есть я, у вас есть отец. Но это давайте с вами переведем сейчас на нашу с вами жизнь. Ребенку, ну, сделали очень больно, сделали плохо. Ребенок у него нет ни сил, ни рычагов воздействия на обидчика. Если он сам полезет защищать себя, ну, получит еще. И по делу он будет. Но он же идет к отцу и говорит, пап, а вот так и так вот произошло. И объясняет всю ситуацию. Это и есть наша с вами молитва. Он объясняет отцу. Ну, я, правда, тут вот, я вот так сказал, наверное, я вот так не должен был говорить. То есть идет покаяние. Человек раскаивается. Мы с вами все дети. У Бога нет ни бабушек, ни дедушек, ни внуков, ни внучек. У него есть только дочери и сыновья. Дети. У Бога есть дети. И вот ребенок приходит, рассказывает все отцу. Это наша с вами молитва. И Господь говорит, ну, хорошо, ты уповаешь на меня, ты все мне рассказал. И это на самом деле было так, ибо я был там, я все это видел. Ты ничего не утаил. Хорошо, хорошо, суды в моих руках, отмщение мне, а тебе прости обидчика и живи дальше. Вот вернемся, украсть, убить и погубить. Никакого покоя у людей нет, потому что люди живут в таком страхе сейчас. Просто неимоверный страх. У детей Божьих не может быть страха мирского. У нас страх Господень. Ибо начало мудрости страх Господень. А вот мирского страха нет никакого. Вот произойдет сейчас, придет Иисус, я молю, гряди Господь, чтобы все это прекратилось. Все это вакханали, все вот это, все эти сценарии дьявольские, чтобы они прекратились. Придет, и все закончится. Мы перейдем в другое совершенно измерение, мы будем жить совершенно в другом мире. Мы будем дома. Мы будем дома, наша командировка здесь закончится. Что он убивает? То есть дьявол украл, погубил. Украл, убил и погубил. Вот в таком порядке идет Священное Писание. То есть то, что он украл, мы уже поняли. И время, и покой наш. Он украл. Вот он украдет. А человек ему позволяет это делать. Что он убивает? Человеке он убивает веру. Человек уже не верит. Он не верит ничему, никому. В этом мире, да? У нас есть Бог, которому нужно верить. Но он и ему, он и ему говорит, не надо верить. Вы что? А куда он смотрит тогда? Вот все, что происходит. А куда он смотрит? Где ваш Бог? То есть опять же, этот лжец, он навязывает нам свое и все это через все. Через видео, через тексты, через все. И в ухо еще. В ухо. Не тихонечко, а как надо. И человек теряет веру. В результате украл, убил и погубил. То есть если у человека отнята вера, если он прекращает верить Господу и Богу, то есть ни в него, ни ему, то человек все. Он себя погубил и служит дьяволу. Дьявол потирает руки, говорит, ну вот. Галочку поставил. Еще Иван Иванов. Все. Забрал я у тебя душу, Господь, еще одну. Я сейчас вам просто хочу рассказать, в связи с чем вообще все это возникло. Наверное, третьего дня я молилась и вдруг, понимаете, ну вдруг ничего не бывает вдруг. Это не вдруг. Я в духе 24 глава от Матфея, которую сейчас все братья, сестры, верующие люди цитируют. Пусть не ужасайтесь, ему надлежит быть. И я слышу в духе, что Иисус, когда говорил об этом, Он говорил не о возмездии Божьем, что Господь пошлет и войны, и глады, и моры, и разрушения, и все остальное. Он говорил о другом. И Бог мне не сказал, что ты не туда, ты не о том говоришь, не о том думаешь, не о том мыслишь. И я как бы утвердилась, потому что прошло трое суток, я об этом думала, я молилась, я разговаривала, перечитывала, я размышляла. По дороге шла на работу, даже не слушала проповеди, как обычно. Я говорю, я с тобой хочу поговорить, я буду идти, морозяка такой. И я иду, я с ним разговариваю, прямо вслух я с ним разговариваю. Никаких про себя, я вслух иду и разговариваю. Понимаете, то, что природа может мстить, она может мстить, еще как, потому что мы просто изничтожаем ее. Но Господь обновляет каждый день нашу землю, иначе мы бы уже давно бы погрязли, провалились бы. Давно бы уже. Он обновляет. Написано в Писании, что Он обновляет ежедневно все. Обновляет всю эту гадость, потому что это Его творение, Господня Земля, и что наполняет ее. Он заботится, Он заботится, как настоящий владелец, как настоящий хозяин. Он суверенитет, Он единственный суверен вообще во Вселенной. Мы-то все нет. Мы-то нет. Кто-то дьяволу подчиняется и служит ему, кто-то Господу Богу. У человека суверенитета нет и быть не может. Мы все равно в этом мире выполняем и исполняем волю. Либо тьмы, либо света. Но выбор у человека остается. И вот эта 24 глава от Матфея, меня прямо как ошпарила. Я говорю, Господь, это было сказано тобой, то, что будут вот эти фабрики, вот эти фабрики будут. И то, что войны начнутся, это да. Но сейчас под это все увеличивается, понимаете, увеличивается троекратно, десятикратно, стократно, используя это. Сейчас вот этот момент реально, который происходит, я не называю ничего, вы все подтексты слышите. Если захотите, вы их услышите. Я не называю этих слов вообще, не то, что произошло тогда, когда мне Господь сказал. Никогда не забуду. 19 марта. Я еду из командировки в такси. Вышла из поезда. И студенты мне пишут, Дарья Викторовна, не приходите в колледж. То-то, то-то, все. Все закрыто. Учиться будем дома. Они пишут это слово там, а Господь мне говорит, не произноси его, много чести, не произноси его, не активируй его. Я говорю, хорошо. И с тех пор я его ни разу не сказала. Уже три года будет. Если не четыре. Наверное, уже четыре. Да. Конечно, четыре в марте будет. Я его ни разу не произнесла. И не собираюсь. И здесь этим просто... Это сценарий дьявола. Это сценарий дьявола. То есть руками человеческими. Дьявол есть дух. Ему, извините, украсть, убить, погубить. Вот люди читают Писание. Чего украсть? Ему зачем? Ему что, хохоряшки какие-то нужны? Дьявол дух, только тьмы. Греха, блуда, лжи, клеветы. Вот это все его характеристики. Это все его характеристики. У нас сейчас этого мало, что ли, в мире? Да у нас полно. Потому что ему нужен человек, чтобы воплотить свои замыслы. Человек. Вот он и воплощает. И в первую очередь, понимаете, обольщение, ложь, ложь, сплошная ложь. И вот эти давления, вот этот страх мирской, который просто обуял сегодня. Мне пишут, спрашивают, в колледже тоже так. Я говорю, друзья мои, вы успокойтесь. Я говорю, вы успокойтесь. Вы в покой Божий войдите. Не надо, потому что в этом мире успокоиться на самом деле сложно. А с Богом возможно. А с Богом возможно. И он мне говорит, что я имел в виду именно вот... Сейчас слово скажу. Именно фабрика лжи. Вот эти фабрики. Мы сейчас называем с вами, ну, современное слово. Фейки и все остальное. И где-то, понимаете, допустим, один процент реалий и девяносто девять ложь. И вот под этот один процент, как бы, сейчас все это вот накручивается, как снежный ком. И книга пророка Михея, седьмая глава, пятый стих. Не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. От лежащий на лоне твоем, стереги двери уст твоих. Это сейчас с конкретным мужчинам. Вот последнее. От лежащий на лоне твоем, стереги двери уст твоих. Не надо ничего говорить с лежащей рядом. Не надо. Я когда узнала о Петрове, о Станиславе Петрове, который предотвратил ядерную войну в 1983 году, я была беременна вторым, то есть все могло закончиться в 1983 году. В 1983 году могла начаться ядерная война, и все бы закончилось. Мы уже сейчас вообще бы с вами не разговаривали, и вообще. По крайней мере, этого бы мира уже не было. И в документальных фильмах все говорят, что моя жена ничего не знала. Моя жена ничего не знала. Ни жена, ни сын. Но сейчас же язык как помело. Что у женщин, что у мужчин. Я еще когда, допустим, сыновья что-то, говорю, слушайте, мальчики, ну вы же мужчины. Ну ладно, женщина, там где-то что-то, хотя это не оправдывает ее. Но вы мужчины. Да помолчите вы, да смиритесь. Да остановитесь вы, то пинг-понг вот этот вот. Ну пусть она, бла-бла-бла-бла-бла, там женщина все. Ну так вы-то остановитесь, чтобы она не блянкала. Вы-то остановитесь, прекратите эту перепалку эту. Будьте выше. Стерегите двери уст своих. И не верьте другу, и не полагайтесь на приятеля. Это слова Господа Бога. Это Дух Святой через пророка Михея говорит. Дух Святой. Никогда ни на кого не полагайтесь, и не верьте другу. Не верьте. Верить можно только Богу. Только Богу. Матфея 24 глава. Тогда, если кто скажет вам, вот здесь Христос или там. Не верьте. Итак, если скажут вам, вон он в пустыне, не выходите. Вон он в потаенных комнатах. Не верьте. Не верьте. Дух Святой скажет вам лично. Понимаете? Если человек живет с Богом, если он покаялся, всецело уверовал, Отец дает этот бесценный дар Духа Святого. Он в вас постоянно. Понимаете? Постоянно. Он в вас живет. Вы являетесь храминой, домом Божьим. Домом молитвы наречется дом мой. ЧЕЛОВЕК. Он будет в вас же, не в рукотворных, а в ЧЕЛОВЕКЕ. В своем творении, в своих детях, когда мы становимся детьми, сыновьями и дочерями. Дочерями, дочерями. А вот правильно. Ладно. Только тогда. Этот бесценный дар входит в нас. Дар Духа Святого. И лично Его нужно слушать. Вот другое дело. Мы должны возрастать, чтобы не спутать, кто нам говорит. Дух Святой или Дух Бесовский. Дух Дьявола. Вот это важно. Вот это важно. 1 Иоанна 4,1. ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ. Не всякому духу верьте, но испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков появилось в мире. Как испытывайте? Бог пишет. Испытывайте духов, от Бога ли они, потому что много лжепророков. Господь нам оставил свое слово. Свое слово. Стоит задать только вопрос из Писания конкретно. Конкретно. Человек бежит, как, не знаю, бежит сразу. Я говорю, куда вы? Я говорю, давайте поговорим. Вот вам. Испытывайте. Слово Божие. Да будет нам в помощь. То, что Господь сказал. А для этого нужно читать, 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 учить стихи, потому что в любое время нас могут лишить возможности иметь Писание. Я почему вчера буквально, мне все время хочется взять саму Библию. И меня Господь утешил, утешил. Он сказал, что побереги пока свои глаза, и пока есть возможность тебе укрупнить текст и читать, и ты проверяешь. То есть я проверяю все время, не искажено ли слово Божие, пока есть у тебя возможность, используй эти технические средства. Я не против, я не против. Но когда будете лишены этой возможности, дабы сохранить все-таки, потому что если бы я все вот это вот листала, листала, то есть я бы Библию как бы затерла. Ну все, а там такой мелкий шрифт. У меня, конечно, лупа есть, чтобы читать. И как бы даже немножко выгорает со временем. Ну, 32 года этой Библии у меня, я с ней сказал, ты еще успеешь к ней обратиться со мной. Прямо так сказал, ты еще успеешь, поэтому пока можешь читать. Поэтому испытывайте духов, от Бога ли они. Много лжепророков появилось в мире. Противостань дьяволу и убежит, написано в Священном Писании. Противостать можно только Словом Божьим. Ибо обоюдоострый меч, Слово Божие, меч, который разрубает сразу же всю неправду, всю ложь. И вот Матфея, 24, 6 стих. Также услышите о воинах и о военных слуках. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. И вот это, понимаете, вот, у меня стоит этот стих. Я молюсь, смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец. И это, понимаете, если бы, если бы это было, ну, если бы Иисус здесь пророчествовал о суде Божьем, то есть это бы по-другому звучало. Также услышите о воинах и военных слухах. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому воздать Отцу Небесному за всякую неправду, но это еще не конец. Ну, например, ну, как-то так, да простит меня Господь, но ибо надлежит всему тому быть, потому что, зная, вперед Он знает, Он Вселенную творил, Он все знал, что будет до самого последнего дня, до Его прихода, когда Иисус придет судить народ, до Его Второго пришествия, как все. Все, и что будет потом, и новый город, и новые тела, и вознесение церкви, то есть, ну, все. Поэтому Он все это знает, что поднимутся эти технологии, и будут все вот это вот использовать, и будут ужасать людей, устрашать людей. Поэтому, ибо надлежит всему тому быть, но никак возмездие Отца Небесного, ибо мы живем сейчас с вами здесь, в эпоху Нового Завета, Иисус за нас умер, и мы живем все-таки, мы благодатью, мы веруем, мы веруем. И среди множества людей, столько детей Божьих уже на земле, уверовавших, очень много, очень много. Сейчас Господь не напоминает, что, ну, мы же высаживали хорошую пшеницу, откуда же столько плевел, давай мы прополем. Нет, подождите, не надо, не надо, не время. Не время. Придет время, и Господь отделит плевелы от пшеницы и сожжет плевелы. Давайте, поэтому среди нас столько плевел, но не время, не время, сказал Господь. Поэтому нас все время и пугает, и пугает. У Марка то же самое, тот же самый стих, когда же услышите о войнах и военных слухах, не ужасайтесь, ибо надлежит у Матфея всему тому быть, у Марка всему быть. Но это еще не конец. А у Луки в 21 главе, в 9 стихе, у Марка была 13 глава, 7 стих, а у Луки, 21 глава, 9 стих, так написано. Когда же услышите о войнах и смятениях, не ужасайтесь, ибо этому надлежит быть прежде, но не тотчас конец. То есть все это должно пройти, все это должно случиться, услышите, всему надлежит быть прежде. Вот все должно быть прежде, чтобы Господь явился, понимаете, вот эта его триумфальная победа, но он смотрит на нас, он смотрит на детей. Потому что если он говорит нам, не обольщайтесь, различайте дух лжи, вам слово дано, и я в вас живу. Вы со мной разговариваете, я вам помогу. Дух святой в человеке. И вот прельщение, обманы, соблазны, посмотрела конкретно значение данного слова. Сманивание, соблазнение, привлечение, обвораживание, обман, соблазн. Мы все это сейчас с вами имеем. Букет всего вот этого. Букет. Зачем же мы поддаемся на все это? Вам что, больше нечем заняться? Потому что человек, не находящийся в Божьем покое, он натворит столько дел, он, в первую очередь, он потеряет здоровье. Он потеряет свое здоровье. И в результате все дальше комом все, уже не семья, не дети, уже вообще ничего. И вот послание к Галатам, вторая глава. А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во кресте Иисусе, чтобы поработить нас. Мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинно благовествование сохранилось у нас. Оно же прилетает, понимаешь, почему так навязчиво, да еще прямой эфир все время вылетает. Вот это я не подписана на эти каналы. Но там алгоритм такой, понимаете, что нужно, чтобы каждому прилетело, каждому прилетело. И в день по несколько, тут, значит, все смыло, тут, значит, все это. Я не верю. Я не верю. Я не знаю, какой процент истины, но вот то, что сейчас вам валится, я не верю. Господь сказал, не верьте. Не верьте. Вкравшимся лжебратьям. Представляете, даже ближний он сказал, я читала, давайте еще разочек. Потому что не верьте другу, не полагайтесь на приятеля. От лежащей на лоне твоем стереги двери уст твоих. То есть ни приятелям, ни друзьям. А здесь даже, понимаете, братьям. Лжебратьям. Вроде брат во Христе, вроде сестра во Христе. И если он ересь несет, я устаю, но я его облечу, я ему скажу, ну что ты несешь? Что за пурга у тебя вообще? Что в твоей голове вообще? Ты на что вообще опираешься? На бесовский ум мирской? Или все-таки на Духа Святого, который в тебе живет? Либо ты его отправил, выпустил из себя. Об этом будет следующее повествование. Либо он вышел из тебя. А вкравшимся, лжебратьям, скрытно приходившим, подсмотреть за нашу свободу, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас. И вот эти все прилеты, вот этих всех, эти Кашпировского прям вспомнила, вот это все, ну вообще, вот уж точно. В таких шкурах, понимаете все. Апостол Павел пишет, мы ни на час не уступили и не покорились, дабы истинно благовествование сохранилось в нас. Потерять очень быстро можно. Все взять и растерять. А потом по новой начинать сложно. Но возможно. Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе. Если с Богом, то возможно. Ну и в завершении я все-таки хочу прочесть Евангелие от Матфея 24 главу. Еще раз. С 4 стиха. Иисус сказал им в ответ. То есть то, о чем мы с вами сейчас поговорили, и об обольщении, и о том, чему не надо верить, и чему не нужно ужасаться. С 4 стиха. Евангелие от Матфея 24 глава. Иисус сказал им в ответ. Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас. Ибо многие придут под именем Моим и будут говорить. Я Христос. И многих прельстят. У вас есть кто-нибудь рядом, вот в вашем городе, кто бы четко и явно сказал, я Христос. Вам бы сказать, слушай, Христос пришел на землю, вон там. Я Христос. Ну у нас нет в крае такого. Я не слышала такого. Значит еще, как бы, это же Господь говорит, чему надлежит быть. На сегодняшний момент я не слышала еще такого. Так же услышите о войнах и военных слухах. Слышим? Слышим. И все вот эти локальные гражданские войны везде, по всему миру. У нас как бы сосредоточение сейчас идет на одно место, на одну территорию. А они по всему миру идут. По всему миру идут. Смотрите, не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть. Но это еще не конец. Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады моры и землетрясения по местам. Царство... Восстал народ? Восстал. Царство на царство имеет место. И будут глады. Ну, возможно, где-то в каких-то странах люди голодают. В частности, в африканских странах люди реально голодают. Голодают. Моры и землетрясения по местам. Имеет место? Имеет. Все же это, восьмой стих, начало болезней. Но болезней даже не физических, я об этом уже говорила, Господь сказал, это духовная болезнь. Человек без Духа Святого, он просто очень быстро угасает. Очень быстро. Страхи. Страхи. Жить в страхе, все. Стволовые клетки не работают. Восстановление организма невозможно. Невозможно. Иммунитет падает, все. В результате спит. Для этого не нужно никакого заражения ВИЧ-инфекцией. Сразу спит. Синдром приобретенного иммунодефицита. Падает, падает, все падает. Уныние, страхи, все. Человек не может бороться. То есть все лекарства в нас в самих. Все рычаги в нас в самих. Стволовых клеток уйма, которые сразу же на позитиве, если человек, они сразу же, хоп, ушки на макушке, они начинают восстанавливать организм. Поэтому болезнь, начало болезни, в первую очередь, это духовная болезнь. Не в здоровом теле здоровый дух, а в здоровом духе будет здоровое тело. При отсутствии духа святого тело здоровым быть не может. Не может. Поэтому начало болезни. Без духа святого вот и начало болезни. Это духовная война и духовная болезнь. У человека просто он... Ну, мы поговорим об этом в следующей части. Тогда будут предавать вас на мучения и убивать вас. И вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. Вот я сижу сейчас. Может быть это случится через час. Может быть это случится через день, через месяц, через год. Я не знаю, но сейчас я свободно, свободно могу говорить об Иисусе Христе, как о нашем Господе и Спасителе. Благодарить Отца Небесного, что дорога домой у нас сейчас открыта. Мы имеем ее. Через веру в Иисуса Христа. Через веру. Но сейчас этого нет. То есть это все признаки того, когда придет Иисус Христов. Когда будет второе его пришествие. Если вам кто-то уже сказал, что... Не верьте, Иисус сказал. Не верьте. Не верьте. Примите Духа Святого. Он вам сам скажет. Он вам все скажет. Потом, извините, посмотрела сегодня на Сильву на свою. И подумала о животных. А кто-то вот там, где происходит сейчас все, вот повсеместно, вот там все. А кто-то посмотрел... То есть они, животные, чувствуют заранее. И они уходят. И они уходят. Кто-то посмотрел внимательно на свою кошку, там, на собаку, на своих животных. Чтобы дать конкретно вот... Как это слово? Классифицировать все это. От кого и что это пришло? И как это пришло? Ну, я думаю, вы меня услышали. И тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас. Вы будете ненавидимы всеми народами за имя мое. То есть это все впереди. Это все впереди. И я не знаю, моя ли эта эпоха застанет. Либо я уже уйду из этой жизни. Это будет позже. Времена все у отца. Все времена у отца. Не нужно ничего высчитывать. И не нужно в страхе жить. Живите в страхе Господнем. А Господь мне сказал, прекрати. Прекрати вот это все быстро. Раз. И все это выключило. Тут же. Потом я еще и режиссер. Я все вижу это. Я вижу эту фабрику. И тогда соблазнятся многие. И будут. И тогда соблазнятся многие. И друг друга будут предавать. И возненавидят друг друга. И многие лжепророки восстанут. И прелестят многих. И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Претерпевший же до конца спасется. Аминь. Спасибо тебе, Господь, за Твое Слово, за время, которое Ты выбрал для того, чтобы я могла поделиться Твоим Словом. Я сыта, буду претерпевать до самого конца. Хочу спасения. Хочу этого спасения. Господь спас. Но нам нужно Его удержать. Нам нужно это спасение удержать. Не соблазниться. Чтобы не повестись вот на все, вот на это. Но как мы пройдем эти испытания? Как мы пройдем? Нам Господь расскажет потом, как и что. Что так, что не так. Благословение Господа Бога нашего Иисуса Христа с нами. Ищите встречи с Иисусом Христом. Бегите к Нему. Это единственное спасение и единственная возможность слышать истину. Другого в этом мире нет. Только Господь Бог наш. Отец, Сын и Дух Святой. Отец, Слово и Дух Святой. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok